привет ребята как бодрость духа вы на канале it's my life сегодня у нас пятница прекрасный день учатся только три студента младшие маришка не учится потому что в колледже пятница практически у всех не учебный день и поэтому мы хотим съездить пару магазинов и сейчас мы едем в том месте где короче в очень классном месте в общем смотрите прямо перед нами стоит кусок ракеты falcon 9 а вот это вот большое здание такое вот промышленное которое за этой ракетой вернее это все слева находится если я говорю про те кто кусок ракеты слева и большое здание и вы уже видите на нем написано на всем space x то есть здесь находятся офисы и лаборатории производственные мощности и прочее прочее бла 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 компании space x собственно который управляет илон маск вот так вот получается очень интересно мы живем совсем рядышком с такими большими компаниями которые творят будущее и делают интересные вещи да наш сосед кстати работает в этой компании да очень такой молодой ну как молодой по по меркам америки он молодой потому что он наверное до 30 лет и стоят через стекло да вот вы слышите да маришка говорит туристы фотографируют эту ракету через стекло ракета обнесена стеклянным забором вот так про студента по нашим меркам очень молодой вернее по американским меркам он очень молодой потому что он не 30 по белорусским меркам это уже средний возраст он должен быть отцом семейства как минимум одного ребенка но он пока гоняет на трачке работает space x и в общем-то не думает о том чтобы заводить детей а по вечерам ездит по клубам даже один раз со мной он ехал вот как то вот так то есть я хотел сказать что вот прикольно вот так вот видеть такие большие компании которые делают большие интересные вещи которые для кого-то будущее для кого-то уже настоящие ну вот ребята мы приехали магазинчику к одному из двух которые мы не попал в эту компанию вот но тем не менее мы хотели что-то посмотреть поэтому пойдем походим вот сильно много я наверно вам показывать уже не буду по магазину долго гулять потому что вы все видели ну чуть-чуть совсем скажем так вот вы видите да один доллар ну я не знаю на любителя конечно женские блузочки ну в общем блузка за доллар это вы понимаете это жесть это удар удар под их всей системе кто смотрит белорусские новости тот меня поймет откуда это выражение вот то есть вот такие прикольные цены напротив 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 брючки висят по 399 ну вот такие маечки на брючках 3 за 5 вот такие вот вот такие вот ну футболки по 399 вы уже видели отсвечивает окна ну пойдем посмотрим что там еще есть калифорния готовится к зиме у нас будет по 10 градусов тепла всего по 12 утром поэтому вот такие вот перчатки сейчас найду где тут цене вот 099 варежки а что эти стоят сейчас посмотрим не могу понять могу увидеть цену почему-то это фантазия а вот нашел цену 399 вот расскажу вам смешное про калифорнию про температуру и про адаптацию когда мы приехали сюда чуть больше четырех лет назад мы приехали в августе конечно же я ходил в шортах и в майке вот и когда наступила осень и стали вот такие температуры утром 15 градусов вечером 15-12 мой друг говорит блин чё ты голый куртку одевай туда-сюда байку футболку я говорю даем это нормально тепло он говорит да ты что холодно и сам в куртке я такой смотрю на него думаю блин ну чё такое как он чего он одевается в общем я не понимал люди не купались в сентябре в бассейне я такой в коммунити смотрю никто не купается в бассейне думаю что они не купаются вот прошло четыре года я их понимаю я выхожу на улицу 15 градусов а если не дай бог еще ветер с океана ребята реально холодно то есть понимаете организм акклиматизировался принял другую температуру другой диапазон температур и теперь для меня 15 градусов тепла в калифорнии приблизительно ну как в беларуси осенью когда наверно 5 градусов около нуля когда помню одевал баллоневые штанишки баллоневую курточку просто на майку и на трусы вот то сейчас вот так и ощущаю себя в 15 градусов но я правда еще так ну не то чтобы креплюсь ну на куртке на брюки не перехожу брюки вряд ли я одену потому что как я говорил в беларуси терпеть не могу эту бесовскую одежду на зимнюю одежду я никогда ее не любил потому что она тяжелая она толстая она сковывает движение поэтому спортивные штанишки что я купил это так побаловаться просто пару раз одеть так я не планирую никогда и не носил здесь за эти более чем четыре года и в будущем не планирую пока носить не не брюки не спортивные штаны мне достаточно шорт но вот иногда с длинным рукавчиком какую-то футболочку маечку приходится одевать вот что такое акклиматизация что такое когда ты привыкаешь в жаре в 25 в 35 градусов получается 15 для тебя мало вот ну если сейчас что-то будет интересное на глаза попадет или мы будем что-то покупать я вам покажу а так наверно не буду вас грузить этими ценами типа кроссовки 14 долларов ой извините четырнадцать двадцать кроссовки двадцать макосины 15 они не кожаные вот такие вот сколько они будут стоить не видно ценника тоже думаю около 15 а вот ценник есть 15 смотрите какая лепота для маленьких спортсменов посмотрим на цен 10 долларов можно взять вот такие веселые в облачка цена какая у них цена спрашиваете вы я вам отвечаю офигеть 15 долларов это мега дорогие какие-то кеды давайте на подростковую на детку подростковую подростковую жилые в облачке давайте посмотрим... приемы вот туда вот и и вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...